Привет, привет! С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет битва тушей. У меня есть две любимые туши в Oriflame. Одна из них тушь 5 в 1 серия The One. Вторая тоже серия The One тушь Hypnotic. Она идет у нас с эффектом накладных ресниц. Меня часто спрашивают, какую тушь лучше выбрать. На самом деле они обе классные, обе их люблю. И сейчас просто покажу, как они работают, какая у каждой из них кисточка. И какой эффект получается, когда я сделаю три слоя. Потому что, чтобы ресницы прокрасить так основательно и качественно, нужно наносить три слоя туши. Тушь у меня запечатана. Я специально взяла новую тушь и ту, и другую. Вот так мы распечатываем пленочку, снимаем. Раз. Тушь. Извлекли ее из коробочки. Это тушь 5 в 1. В стандартной такой сине-фиолетовой упаковке. Показываю ее кисточку. Здесь вам так видно. С одной стороны очень тоненькие, коротенькие щетинки. С другой стороны с верхней. Тушь как немножечко дает такой небольшой изгиб. С другой стороны очень длинные ворсинки. И что мне нравится в этой кисточке, то что по линии изгиба, когда она начинается, сначала короткие сверху ворсинки, они потом становятся шире и опять становятся короткими. За счет этого классно очень прокрашивать реснички прямо от самого основания. Тушь, щетиночки не царапают слизистые глаза. У меня просто глаза очень чувствительные. Вот видно даже капилляры такие заметные. И поэтому для меня очень важно, чтобы тушь никак не травмировала глазки. Поэтому эта тушь для меня просто феноменальная. Тушь номер 1. Показываю вторую кисточку. Тоже запечатанная тушь, прям свеженькая, свеженькая. Так, снимаем защитную пленочку. И извлекаю тушь. Тоже материал туши точно такой же. То есть это, по-простому сказать, силикон, да, или специальный такой материал, он гибкий, пластичный. Что здесь интересно, проще будет рассмотреть, если я тушь разверну к вам перпендикулярно, да. То есть мы смотрим на ее основание. Она сбоку сплюснутая. То есть здесь по бокам ворсинок нет. Они идут только с другой стороны. И здесь порядка где-то 4 ряда ворсинок, или 5, 5. То есть с каждой стороны по 5 рядов ворсинок. И это тоже, кстати, очень удобно. Ну и так как у меня эта тушь открытая, я сразу с нее и начну. Кстати, как делать тушь? Она новенькая совершенно. И щеточка еще не набрала тушь. Поэтому я вот такими вращательными движениями набираю тушь на ворсиночке. И вот так ее достаю. Мне нравится то, что нет излишков туши, нет никаких лохматостей. Итак, правый глаз у меня будет для туши именно с эффектом накладных ресниц. Как мы ей работаем. Смотрите, прям первое прикосновение, и сразу ресницы становятся заметными. И эта щеточка тоже мне глазки никак не травмирует, не достает до них. То есть первый же мазок, и сразу реснички стали очевидно яркими, толстенькими. Главное, чтобы они не слепились у меня, пока я второй слой буду красить. Так, так, так. Все, первый слой я прошла. Закрываю эту тушь. Пока первый слой сохнет, я сделаю первый слой тушью 5 в 1 на левом глазе. То же самое, такая же процедура. Вращательными движениями, так аккуратненько набираю тушь на щеточку. И прокрашивать я сейчас буду коротенькой стороной. То есть я беру тушь в эту руку, удобно, чтобы мне было. И начинаю подбираться к началу роста ресничек. Вот таким образом. То есть я их прокрашиваю, и при этом даже не дотрагиваюсь до слизистой. Кстати, я уже несколько месяцев пользуюсь тушью 5 в 1 только. И уже даже соскучилась под тушью с эффектом накладных ресниц. Она тоже такая ловкая, классная тушь. И тоже сразу видите, что реснички укладываются веером. То есть чем удобна эта тушь, то что за счет этого изгиба она сразу закладывает хорошую форму ресничкам. Кстати, у кого ресницы очень короткие, то вам, конечно же, больше подойдет тушь 5 в 1. Итак, первый слой сделала и той, и другой тушью. Мне кажется, где тушь 5 в 1, сразу ловче разделились реснички. На этом глазе немножко они склеились. Ну что, второй слой наношу. То же самое. Кстати, когда пройдет дня 3, 2-3 дня, тушь становится, она чуть-чуть, воздух же все равно попадает в кислород. И она становится гуще, и еще быстрее красится ресницы. Буквально два слоя махнули, и реснички накрасились. Так, чудесно. Я люблю, когда ресницы длинные, пушистенькие, разделенные, закрученные кверху немножко, да, такие приподнятые. И длинненькие. Сейчас у меня будут разные ресницы, мне кажется, на глазах. Так, второй слой готов. Надо было мне взять щеточку, расчесать ресницы, потому что у меня они немножко склеиваются. Но зато они такие эффектные, сразу приметные. У меня просто там еще одно зеркало, поэтому я смотрю и к вам, и туда, и еще одно зеркало. Теперь второй глаз. Тушь пять в одном. Я не говорю, что это какое-то состязание, и мы выбираем какая-то тушь лучше, потому что они, на мой взгляд, обе очень классные. И просто можно чередовать, брать то одну, то другую тушь. Так, и сейчас переверну на длинную сторону, и буду красить уже только кончики. Кстати, это второй слой, а уже ресницы такие эффектные. И там, и там. Поэтому, если макияж делаем легкий дневной, то можно делать всего два слоя. Опять же, к каждой кисточке нужно приспособиться. Бывает такое, что вы берете тушь классную, но так как кисточка непривычная, с первого раза, может быть, не пойдет что-то не так. Это как зубная щетка, когда зубную щетку меняешь тоже, в первые дни кажется, что что-то ужасное, она не подходит, не так хорошо чистит. А на третий день уже забываешь просто, что он менял щетку, кажется, это всегда и была. Так, два слоя. Сейчас к вам приближаю, чтобы вы лучше увидели реснички. Так, глаза закрываю, открываю. Смотрите, мне кажется, там, где тушь с эффектом накладных ресниц, более черные ресницы, прям от самого основания, как подводка лежит на глазках. И ресницы смотрятся более эффектно. Там, где тушь пять в одном, они более пушистенькие, тоненькие, такие разделенные. То есть, вот этот глаз, очевидно, ярче выглядит. Согласны? Просто посмотреть, если внимательно, то, ну, очевидно, там, где тушь с эффектом накладных ресниц, намного выразительнее. Пороложим все-таки еще один третий слой для точности эксперимента. И что я сейчас буду делать? Аккуратненько прохожусь просто еще одним разочком. И слежу, чтобы ресницы не склеивались. Ну, честно, хочется прям щеточку иметь, которая быстренько разделит реснички, пока они не высохли. Я не совсем подготовилась. Так, склеивает. Ой-ой-ой, мне кажется, уже настолько огромные ресницы стали, что тушь пять в одном не угонятся за ними. Так, мне не удается уже их разделить. Огромные, гигантские, черные, такие ресницы классные. Так, с этим глазом я точно пойду в театр. И делаем третий слой же на левый глаз. Тушь пять в одном идет в бой. Ну, вот честно, мне с тушью пять в одном легче справиться, ресницы легче разделить. Они остаются такими же длинными, тоненькими, утолщаются. И сразу скажу, вот когда красишься в маленькое зеркальце, не так удобно. Обычно, когда я делаю макияж перед большим зеркалом, то у меня получается ресницы вот просто идеальные. Никогда даже не склеиваются, потому что мне так ловчее как-то видно себя. Тут я кусочками вижу. Все, три слоя тут и тут. Смотрите, какой эффект получился. Однозначно, ресницы и на том, и на другом глазе смотрятся классно. Но там, где тушь с эффектом накладных ресниц, они действительно более такие очерченные. Глаза как бы стрелкой подведены сверху. На мой взгляд, так чуть-чуть отодвинусь, как вам видно. И ресницы намного смотрятся больше, изогнутые, такие объемные. Поэтому выбирайте то, что вам больше нравится. Тот эффект, который вы хотите получить от туши, может быть, на вечер действительно на выход иметь тушь с эффектом накладных ресниц. А на каждый день тушь пять в одном, который делает более такие естественные, натуральные реснички, пушистенькие. Они прям смотрятся, как будто у меня нарощенные ресницы. Такие легкие, пушистые, воздушные. Вот. Если есть вопросы какие-то, пишите в комментариях. Если это видео полезное, ставьте лайк. И если хотите оформить дисконт, ссылка прямо под этим видео. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч! Всего доброго! Пока-пока! GoPro Stop Video!